Лето кончилось и купальный сезон подошел к концу. О том, кто предотвращает нежелательное купание и какое наказание предусмотрено для нарушителей, расскажет Артур Поляков. Купальный сезон начался с первого летнего дня. Люди плавают по сей день, несмотря на то, что сезон уже почти неделю как закрылся. Согласно постановлению Акимата Лето 2022 года, открытие и закрытие купального сезона предусмотрено с 1 июня по 31 августа. Ну, как, скажем так, официального такого запрещения и разрешения не существует, но решили по республике сделать именно 31 августа с закрытия купального сезона. Купаться уже нельзя. Это опасно для жизни по ряду причин. Например, одна из них – понижение температуры воды. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом в купальном сезоне 2022 людей стало тонуть гораздо меньше. Ну, по сравнению с прошлым годом, динамика идет на снижение. В прошлом году, если статистика у нас 26 человек, из них 8 детей, то в этом году у нас получается всего 8 человек и один ребенок. Видим, статистика идет благоприятная. Это большая работа департамента ПЧС, местных исполнительных органов. Работа по предотвращению нежелательного купания проводится ежедневно. Патрулируются места, где люди привыкли плавать и необорудованные спуски. Нельзя не подчеркнуть, что закупание вне сезона есть наказание. Штраф до 10 тысяч тенге. Артур Поляков, Юрий Белевский, Иртысак Парад.